Трудные места писания с библейским порталом Акзегет, маленькое выражение, но достаточно важное. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 16 стих. «Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Так сказано в синодальном переводе. Но все предыдущее понятно, да, кто познал ум Господний, чтобы мог судить его. То есть Господь непостижим, его разум превосходит наш, мы не вправе осуждать его или спрашивать о чем-то. Все очень хорошо. И тут такое «А мы имеем ум Христов». То есть мы можем судить Господа, да, мы же имеем ум Христов. Вот мы с вами, у каждого из нас в голове то же самое, что у Христа. Павел так сказал, он это имел в виду? Да. У всех христиан при том. Вот любой прямо, да, раз и вместо Христа становится. Нет, конечно, это не может быть, потому что перед этим есть некоторые слова, я прочитаю тоже в синодальном переводе, которые разделяют христиан на некоторые категории. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он прочитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господний. То есть есть люди душевные, они руководствуются психикой, да, но кто-то скажет, что еще есть телесные, у Павла есть и такое трехчастное отделение, телесные это уж совсем, да, которые живут только ради того, чтобы пожрать, выпить и там все прочее, да. Ну, такие все-таки, понятно, да, нечеловеческую жизнь ведут. Люди душевные, по-русски даже очень хорошая такая фраза, душевный человек, то есть с ним приятно иметь дело, добрый, отзывчивый, друг хороший, да, вот душевно посидели. Вот душевно все было. Но он не принимает того, что от Духа Божия. Вот, а мы духовные, мы имеем ум Христов. Вот мы с вами, дорогие зрители, мы духовные люди. Не то, что эти все, это толпа, этот плебс, это чернь. Мы можем их судить. Ой, слушайте, это еще хуже получается, да? Мы с вами. Павел этого не говорит. Нет, он, понятно, он, может быть, напрямую так не указывает. Вот он выделяет, что у людей есть разные приоритеты. Кто-то вот живет ради душевного мира, спокойствия, творчества, в конце концов, да? А кто-то вот живет духовной жизнью. И он не утверждает, что это разные касты, хотя часто люди к этому сводят и говорят, я-то человек духовный. Он, скажем так, просто понимает, что образы жизни бывают различные, приводят к различному устроению внутреннему человека. Но все равно, что это за ум Христов? Давайте в греческий заглянем. Слово, которое уже употреблялось Павлом в первой главе, это, конечно, не то, чтобы прямо-таки вот слово ум, и современные переводы иногда переводят это как разум. Я тоже так перевожу. Нам дан разум Христа. И нос – это одно из богословско-философских понятий греческого языка. Если уж совсем точно его переводить, я бы сказал образ мышления. То есть, вот как мы мыслим? Понятно, что это не о том, какой у нас IQ, да, вот этот интеллектуальный коэффициент, там, человек очень сообразительный или не очень. Никакое у нас образование, никакой у нас, там, я не знаю, опыт жизни, да, вот это все тоже относится к образу мышления. Но образ мышления, вот как ты это видишь? Вот когда ты получаешь какую-то информацию, что тебе приходит в голову, на что ты обращаешь внимание? Когда ты принимаешь решение, чем ты руководствуешься? Но все равно получается, у нас это все как у Христа. Вот я прямо как Христос, да, вот все, что я говорю, все, что я делаю, это прямо как Он. Но нет, к сожалению. Нет, мы к этому призваны, я согласен, но как данность, вот нет. Но ведь ум Христов, да, этот родительный падеж греческий, он не обязательно означает такой же, как у него, да. Да, мне кажется, это скорее означает, что вот образ нашего сознания, он от Христа. Вот то, как мы видим мир, это нам в некоторой мере дано Христом. Не то, что мы Ему уподобились, но то, что Он у истоков этого сознания, если мы обращаемся к Нему. Или, может быть, греческий родительный падеж может иметь такое значение, скажем, отцовская любовь по-русски – это только когда отец любит сына. А по-гречески агапе тупатрос может обозначать, когда отец любит сына, или, наоборот, сын любит отца, любовь, направленная на кого-то. И вот это, мне кажется, еще более точное понимание этого смысла. Мы имеем образ мысли, который направлен ко Христу. Вот у кого-то он направлен к удовольствиям, к выгоде, к наслаждениям, к власти, деньгам, положению в обществе. У кого-то он направлен к тонким переживаниям, к изящным размышлениям, к искусству, к дружеским отношениям, к любовным связям. Я не говорю там каким-то дурным, вот влюбленные, они друг на друга смотрят, только друг о друге думают, да. А потом это пройдет, но пока это так абсолютно. Да, и вот это все не наше. А на что направлен нашим? На Христа. Вот как это понять? Ну, об этом, собственно, все послания Павла и, в общем-то, весь Новый Завет и написан. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...